Парк Зелёный остров Карачаевска Парк Зелёный остров Города на федеральном уровне признан одним из лучших успешных проектов благоустройства городских пространств в 2023 году. Об этом на прошлой неделе объявил заместитель председателя правительства страны Марат Хуснулин. Глава республики Рашид Темрезов также отметил его уникальность. Он гармонично сочетает в себе стиль, новизну и в то же время уютную атмосферу, которой всегда славился горный Карачаевск, отметил Рашид Темрезов. Здесь действительно есть всё необходимое для полноценного отдыха. Музей под открытым небом, детские игровые и спортивные площадки, мобильная мастерская, пункты проката спортивного инвентаря, павильон горного креативного кластера, мангальная зона с навесами, эффектно оформленные малые архитектурные формы. Всё это привлекает отдыхающих, жителей и гостей Карачаевска. Напомним, такое преображение общественной территории стало возможным благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года в категории «Малые города» с населением от 20 до 50 тысяч человек. Урожай зерновых холосовых в этом году не рекордный, но и неплохой. Пшеницы собрали достаточно, и этого вполне хватит для обеспечения продуктовой безопасности республики. Вывозят зерно и за пределы Карачаева-Черкесии. Отгрузка по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза. Насколько соблюдены требования к хранению, об этом рассказали специалисты Россельхознадзора. Подробности у Альбины Ламковой. Это не бархан и не пустыня. Мы находимся в зернохранилище. А красивый пейзаж у нас создан из кукурузы. Её хранят, соблюдая все технические условия, так как она считается одной из главных продовольственных культур нашей страны и служит основным продуктом сельского хозяйства. Зерно проходит длительный путь от посева семян в поле до готовых продуктов на нашем столе. На каждом этапе необходим комплексный контроль качества, насколько оно пригодно для человеческого потребления. Эти характеристики устанавливаются в соответствии с ГОСТом и оцениваются в специализированных лабораториях. Управление Россельхознадзора обращает внимание участников, заинтересованных в покупке и продаже зерна, чтобы отбор продукции осуществлялся в строгом соответствии с требованиями. Правил по карантинному надзору и контролю. Отобранные образцы запечатывают со всей пакеты и отправляются в подведомственную Россельхознадзору лабораторию. Анализ зерна позволяет определить печевую ценность, качество, стоимость, безопасность и область применения конкретного сорта или партии. Результаты оценки зависят от генетических особенностей растений, условий выращивания и хранения. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль при отгрузке зерновых и масленичных культур из нашей республики в регионы России. Количество составило более 74 тысяч тонн. При этом из них 14 тысяч – это зерно нового урожая. Большая часть зерна поступила в партии Краснодарского края, Астраханской области и в республике Данистан. По сравнению с 2022 годом отгрузка с республики увеличилась более в два раза. С чем связан высокий спрос на наше зерно из нашей республики? Зерна у нас в республике много. Хорошее зерно, качественное, что подтверждается лабораторными испытаниями. «Формирование единого понимания обязательных требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки – это залог успеха в достижении цели снижения количества нарушений», – ответил Аслан Хубиев. Специалисты семенного завода «Колос» фирмы «Хаммер» на собственном опыте знают, что собрав хороший урожай, не менее важно его сохранить и в дальнейшем рационально использовать. Для этого используют зернохранилище. Его емкость составляет около 50 тонн. Здесь установлен комплекс сушки и переработки зерна. В нем обрабатывают до 3000 тонн продукции в сутки. При поступлении зерновых на хранение обязательно выполняется их сортировка по показателям влажности и чистоты. Смешивать разные сорта запрещается. Такая поддержка качества зерновой массы – основная цель технологии хранения зерна. Урожай в этом году был, вам скажу, не рекордный, но на уровне прошлого года большой урожай. Постоянно производится работа по приемке зерна не только от своего хозяйства, от фирмы «Хаммер», но и от агропроизводителей республики. Сотрудники Росельхознадзора приезжают примерно раз в неделю и контролируют качество для выдачи соответствующего разрешения документов, сертификатов карантинных и так далее для реализации и выезда продукции за пределы Карачаево-Черкесии. Соблюдение всех технологических регламентов позволяет снизить объем естественных потерь продукта и содержать его в здоровой среде. Учитывая особенности культуры и состояние зерновой массы, а также применяя адекватные современные методы для повышения стойкости зерновой культуры, можно сохранять высокое качество сырья на протяжении нескольких лет, отметил Олег Удовенко. Еще для цели сохранности и доведения зерна до требований ГОСТа в «Хаммере» есть своя лаборатория. Работа в ней ведется круглосуточно. Все машины на территории фирмы подвергаются проверке. Из каждой партии предварительно отбираются пробы для контроля, в ходе которого оценивается соответствие ряду показателей. Главная цель – получение своевременной и достоверной информации о состоянии доставляемой культуры. Засыпаем, размалываем, и он определяет, показывает нам влажность, белок, клейковину. Естественно, потом перепроверяется у нас основным методом. Это как экспресс-анализ, он для ускорения определения. Ну, а белок и, например, в подсолнечнике жир определяется как основной метод, потому что он у нас поверен, постоянно у нас калибруется. Вот анализ все-таки. Нерасхождений в принципе даже нет. Каждая характеристика качества зерна имеет особое название и методику определения. А измерительные приборы гарантируют точность проведения измерений и достоверность лабораторной проверки. Результаты анализа – самый главный документ, на основе которого формируется стоимость продукции. И именно ее оценка влияет на цену зерна в контрактах на поставку. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Корчаево-Черкесия, Прикубанский район. С октября начался осенний призыв граждан на срочную службу, который продлится до конца года. Накануне в Черкесске состоялась торжественная отправка призывников Вооруженной силы Российской Федерации. Подробности у Али Баташева. Сборный пункт военкомата. Множество людей. Несколько минут до отправки на срочную службу. Призывники прощаются с родителями, друзьями и подругами. Как и многие военнослужащие, Кирилл Дысенко надеется отслужить достойно и вернуться домой. Надежда гордится своим сыном. Разлука завершится счастливой встречей. Убеждена мама. Большой гордостью, но с большой тревогой, честно. У нас сейчас такие неспокойные времена. Но будем надеяться, что не подведет, да? Конечно. Причин для беспокойства нет. Срочников отправлять в зону спецоперации не будут. А воинская служба – священный долг каждого гражданина страны, считает Кирилл. В этот день на плаце сборного пункта военкомата 33 призывника. Перед отправкой к местам прохождения службы, со словами напутствия, к ним обратились руководство военкомата, духовенство, представители власти. Служба в армии – это не только долг каждого мужчины, но это еще ответственный и мужественный шаг. И мы вам желаем, чтобы вот как сегодня ясная погода была, чтобы ваша служба была такой же ясной и легкой. Служба в армии, она не бывает простой и легкой. Но это школа мужества, и настоящий мужчина должен ее пройти с честью и достоинством, потому что наши молодые люди идут в армию служить для того, чтобы с оружием в руках научиться защищать себя, свою семью, свою родину. Свои музыкальные подарки защитникам Отечества подарили артисты республиканской госфилармонии. По традиции призывники прошли по плацу торжественным маршем под музыку прощания славянки, чеканья шаг и держа равнение направо. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Следственном комитете России проведен учебный курс для 27 старших помощников руководителей региональных следственных управлений, в обязанности которых входит информационное взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью. Карачаева Черкесию представляла старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Карина Бикижева. В целях более эффективного и плодотворного взаимодействия территориальных органов следствия с федеральным и СМИ были проведены рабочие встречи с представителями ряда основных телеканалов и информационных агентств, где обсуждены способы совместного оперативного и объективного информирования общественности о работе следственных органов Следственного комитета России. Богатство города, его жители именно под таким девизом отпраздновали 96-ю годовщину образования города Карачаевска. На Центральной площади имени Героя России Канамата Баташева прошло праздничное мероприятие, где отметили почетными наградами славных сынов и дочерей, проявивших себя в различных сферах деятельности. На праздники побывал и Алихан Лепшоков. Праздничное мероприятие к 96-й годовщине образования Карачаевска открылось демонстрацией ролика, где представили историю становления и развития города. Собравшиеся вспоминали, как 7 ноября 1927 году состоялось торжественное открытие города Микоян-Шахар в честь Анастаса Микояна, который поддержал идею строительства. В этот светлый день председатель облсовета Карачаевской автономной области Курман Али Курджиев ударом сабли перерезал красную ленту, дав старт жизни новому городу. В период депортации карачаевского народа город был переименован в Клухорий, а по возвращению в Карачаевск. Открывая праздничное мероприятие, от имени главы республики поздравил горожан первый заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Хазарчик Куев. Карачаевск – город молодежи и студентов. Их энергия, креативность и вера в свои силы подтверждают, что нет ничего невозможного для того, кто стремится вперед. Мы видим, как динамично развивается Карачаевский городской округ. Каждое новое здание, ремонт дорог, развитие образования, культуры и спорта – все это делается для наших детей, чтобы они жили счастливо и благополучно. Желаю Карачаевску и его жителям благополучия. После Хазарчик Куев вручил почетные грамоты правительства Карачаева Черкесии жителям Карачаевска, которые внесли свой вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности. В свою очередь, с днем города поздравил и мэр Карачаевска Марат Урусов. Он подчеркнул, что именно люди являются главным нашим богатством, благодаря которым мы продолжаем развиваться. Это праздник всех, кто любит родной Карачаевск и трудится на его благо. От имени всех присутствующих хочу выразить глубокую благодарность всем гостям этого вечера. Спасибо за теплые поздравления, за ваши искренние улыбки и эмоции. Сегодня мы поистине можем гордиться славным прошлым нашего города, традициями и, главное, богатством, неравнодушными, талантливыми и трудолюбивыми людьми. По доброй традиции в день рождения Карачаевска мэр Марат Урусов отметил званием заслуженных гражданин известных сыновей и дочерей города. В свою очередь, виновники торжества выражали благодарность и поздравляли жителей с праздником. Это большой праздник, это Карачаевск, это центр культуры, это центр спорта, это центр кузницы кадров ученых, кадров педагогов, кадров спортсменов. И я желаю, чтобы наш город дальше еще больше и больше процветал. Я поздравляю всех горожан, жителей, гостей города Карачаевска с таким прекрасным днем, днем города. Я в этом городе провел почти всю свою сознательную жизнь, можно сказать, потому что после школы поступил в институт, потом в аспирантуру и вернулся сюда. С тех пор у меня место работы, только одна запись. Для всех жителей и гостей города был организован концерт с участием известных артистов республики и ярких танцевальных коллективов. Олег Анлипшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Геройски погибшему при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине 15 сентября прошлого года Аслану Динаеву в его родном поселке Майский в школе, где учился Аслан Маратович, провели турнир под Хаквандо. На спортивное состязание собрались спортсмены из Карачаева, Черкесии и Ставропольского края. Из Прикубанского района репортаж Алла Динаевой.